Спорт без ограничений, полезный комплекс упражнений для мышц и суставов, тренировка, подходящая всем. Так о пилатесе отзываются не только профессионалы, но и те, кто впервые попробовал это направление фитнеса. Как говорят опытные тренеры, пилатес наименее травмоопасный вид спорта, хотя под определение спорт не подходит. Скорее, это разминка, которая отлично разогревает организм для дальнейшей нагрузки. Регулярные занятия могут увеличить гибкость тела и силу, помогут восстановить мышцы после травм, улучшат кровообращение и дыхание, помогут эффективнее побороть стресс. В программе открытого тренировочного дня участников ждали два основных мастер-класса. Первый – пилатес-пропс, одновременно дыхательная гимнастика и растяжка с использованием небольшого спортинвентаря, такого как надувной мяч. Вторая – тренировка силовая, она больше задействует мышцы. С использованием достаточно хорошей физической нагрузки, адаптированной под разные уровни подготовки, без использования оборудования, только на коврике. В этом и демократичность этого инструмента. Его можно практиковать успешно на студийных тренажерах, что увеличивает его вариативность, увеличивает его эффективность, но также он может быть использован просто на коврике, как йога, например. Такую массовую тренировку для самарцев организовали члены Федерации Пилатес Самарской области при поддержке молодежного парламента Думы Самары. Федерация Пилатес – одна из самых молодых в регионе, ей всего три месяца. Однако в планах много перспективных проектов. Как минимум, начать проводить Пилатес Дэй на постоянной основе, не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Михаил Ермоленко, Григорий Бляшаков. События.